И снова сидеть в СИЗО. Питерский суд оставил бывшего вице-мэра Челябинска за решеткой. Петр Конырев останется в СИЗО до 27 ноября. Такое решение принял второй апелляционный суд, который находится в северной столице. При этом адвокат Конырева не оставляет попыток вытащить своего подзащитного из-под стражи. Ранее правозащитник пытался добиться смягчения меры пресечения в Челябинском областном суде. Отказ обжаловал в апелляционном суде, но снова безуспешно. Петра Конырева обвиняют сразу в 44 преступлениях. По версии следствия, это получение 15 взяток в крупном размере вместе с сообщниками, 23 взятки в крупном размере единолично и еще 6 взяток в особо крупном размере. Под стражей бывший вице-мэра остается уже больше года. Напомним, Конырев был задержан на трассе М-5 по пути в Екатеринбург. Его обвинили в создании ОПГ и получении взяток. Показания на него дали уже бывшие руководители МКУ «Городская среда». Хотя своей вины он до сих пор не признал.